В единый день голосования выборы прошли в 70 регионах страны. В нашей же области в 13 муниципальных образованиях прошли выборы в органы местного самоуправления. По итогам выборов в области было замещено 24 мандата. Наибольшее внимание было приковано к выборам депутатов в городской совет. Четыре кандидата претендовали на бывшее место сети-менеджера Михаила Берникова. Теперь его место звонила Лидия Гердеева. А вот в знаменке главой поселка стал Николай Логвинов. В целом же выборы прошли успешно. У нас есть данные на 15 часов по активности избирательных. У области в среднем явно составляет почти 30%. Судьба скандального сайта Орлес решилась чуть больше двух недель назад. Суд Советского района постановил, что свободная энциклопедия существовать все-таки будет. Но еще летом Орлецом заинтересовался и Следственный комитет, а в июле завел уголовное дело. Так в 8 утра в квартирах четырех администраторов свободной энциклопедии сотрудники Центра по противодействию экстремизму произвели обыск. Забирали исключительно компьютеры, планшеты, ноутбуки, все, что находилось дома, все флеш-карты. У Щетинина Никиты забрали 8 жестких дисков. Объясняли, что мы свидетели, что якобы на наших компьютерах может находиться информация, которая может свидетельствовать о том, что, собственно, экстремистского характера, экстремистские материалы. Штаны-клеш, рубашка в клетку и романтические баллады под гитару. Виа «Синяя птица» запомнилась советским слушателям именно такими. Сегодня ансамбль с песнями, уже ставшими культовыми для многих поколений, продолжает гастролировать по бывшим просторам Советского Союза. Залетела на концерт «Синяя птица» и в «Орел». Орловские поклонники в очередной раз окунулись в годы своей молодости. «Орбелый теплоход, куда ты ножки бас? Включаешься домой, сияния синий глаз».